Продолжение следует... ...и артиллерию. Однако украинские военные все атаки отбивают, сообщили в Нацгвардии. Там также заявили, что нашим силовикам поступает подкрепление из нескольких добровольческих батальонов. И как ранее сообщил советник министра внутренних дел Антон Герасченко, за минувшие сутки в боях за Иловайск погибли пять солдат из батальона «Донбасс» и четверо из спецбатальона милиции «Шахтерск». Сила АТО пытается изолировать кризисные районы на Донбассе, а также не допустить торжения новых боевиков и диверсантов с территории России, сообщили в пресс-центре антитеррористической операции. Активные боевые действия ведутся в районах Ясиноватой, Донецка, Луганска, Горловке, Алчевска, Саурмогилы. Параллельно наши солдаты проводят рейдовые действия по направлению Иловайск-Зугресс, а также изолируют боевиков в Шахтерске, Красном Луче и в Перевальском районе Луганской области. Террористы продолжают обстрелы позиций сила АТО из минометов и градов, в частности в районе Вергунского разъезда, Веселой горы, Иловайска, станицы Луганской. Кроме того, по украинским военным открыли огонь из градов со стороны России в районе пограничного села Лужки Донецкой области. Утро в Донецке началось с артобстрелов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. От прямого попадания снаряда разрушен один из домов и газобровод по улице Аргуновых на пересечении с проспектом Партизанский. На место выехала аварийная бригада Горгаза. Также в результате обстрела повреждены жилые дома и постройки в городе Моспино. В самом Донецке сохраняется напряженная обстановка, отмечают в мэрии. Тем не менее, к вечеру 21 августа обещают возобновить подачу воды. В Луганск на подмогу боевикам прорвалась колонна военной техники из России. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, часть ее прибыла из Федерации ранее, остальная вошла на Донбасс накануне. Каким образом колонна смогла проникнуть через линию окружения, учитывая, что Луганск заблокирован силами АТО, военный эксперт сказать пока не может. Ранее в Луганской области боевики пытались прорваться на территорию России, однако украинские пограничники атаку отбили. В Киеве задержали члена организации «Оплот» с арсеналом оружия. Противотанковые гранатометы, гранаты и патроны ему переслали из зоны боевых действий на Донбассе, сообщили в Главном управлении МВД Киева. Уроженцы Черниговской области оперативники задержали в одном из отделений почты. В его посылке оказалось семь картонных коробок с сорока различными гранатами, шестью ручными противотанковыми гранатометами и почти пятью тысячами патронов различного калибра. Еще более трех с половиной тысяч патронов, более двадцати гранат, также запалы и магазины к автомату Калашникова обнаружили в квартире задержанного. По словам злоумышленника, его друг поехал на восток Украины и попросил получить оттуда несколько посылок, пообещав забрать их ко Дню независимости. Украина запретила трансляцию на своей территории 14 российских телеканалов. За их отключением отныне будет следить МВД. Глава ведомства Арсен Аваков подписал приказ о совместных действиях МВД и надсовета по телевидению и радиовещанию. По словам советника министра Антона Герасченко, территориальные подразделения милиции, вплоть до участковых, должны будут помогать надсовету выявлять кабельных операторов, которые продолжают транслировать в Украине запрещенные каналы. Нарушителей будут привлекать к ответственности. МВД призывает директоров государственных и коммунальных учреждений, а также владельцев отелей, санаториев и домов отдыха в добровольном порядке, не дожидаясь визита правоохранителей, отключить вещания запрещенных в установленном законном порядке российских телеканалов, заявил Антон Герасченко. Под председательством премьер-министра Арсения Цинюка в эти минуты проходит заседание Кабинета министров. По его окончании запланирован брифинг министра финансов Александра Шлопака об основных изменениях к бюджетному кодексу Украины и механизмах их реализации. В Кабине сейчас работают наши журналисты. Все подробности уже в следующих выпусках новостей. Жители Западной Украины сплотились для поддержки бойцов, борющихся против террористов на востоке страны. Они оказывают помощь в виде пожертвований благотворительных акций и мероприятий солидарности. Юные львовяне проявили творческую инициативу. На первый взгляд, это обычный урок рисования. Но вместо бумаги ученики рисуют на бронежилетах, которые отправляют бойцам украинской армии в зону АТО. Рисунок создают специальными акриловыми красками, чтобы изображение надежно держалось на металле. Я пришла сюда, чтобы показать, что я верю в наших воинов, что я хочу всего наилучшего, хочу, чтобы они победили. Я рисую сейчас тут флаг, солнце, тут будут еще тучи. Это для того, чтобы был позитив. И когда они воюют, они должны думать только про позитив, чтобы победить. Декорированные бронежилеты заказывают на средства, которые пожертвовали львовяне. Их оденут бойцы, которые уже побывали на Востоке. После полуторамесячного отдыха они снова возвращаются на линию огня. Говорят, подобные акции добавляют им уверенности. Очень большую роль играет поддержка народа, поддержка детей. Так мы знаем, что мы должны остановить войну там, чтобы она сюда никак не смогла попасть. Чтобы наши дети, наши семьи, все жили спокойно. И оттеснить ее туда, откуда она пришла. А вот эти добровольцы в мастерской шьют одежду для солдат. Айти-инженер Тарас Тимчишин приходит сюда после работы. Почему я пришел? Потому что я чувствую определенное обязательство помогать тем людям, которые защищают нашу страну. И, соответственно, я считаю, что это наименьшее, что я могу сделать. Предприниматель из Львова Станислав Коваленко подарил для АТО личный БТР. Несколько лет назад он купил списанный бронетранспортер, чтобы ездить на рыбалку. Но машина не пригодилась. Мы не использовали его. Стоял он у друзей в районе на рыбном хозяйстве. Решили подарить. Я думаю, если он принесет пользу, если он кого-то спасет просто, поможет нашим войскам, то это будет посильный вклад в наше общее дело. Это будет наш посильный вклад в нашу спильную справу. Теперь на Львовском бронетанковом заводе машина пройдет техосмотр. Получит противокумулятивный защитный экран и отправится на восток. Там она нужнее. Александр Мужичук, БТБ. Флаг Украины увенчал шпиль знаменитой высотки Москвы. Звезду на вершине здания также перекрасили в сине-желтые цвета. Вскоре на место прибыли полицейские и представители МЧС. А верхолазы сняли украинское знамя. Российские СМИ уже сообщают о задержании четырех организаторов высотной акции. В отношении них российские правоохранители собираются открыть уголовное дело. Сталинская высотка на Котельнической набережной считается элитной и хорошо охраняется. Высота здания 176 метров. Попасть на его крышу без навыков альпинизма и специального снаряжения практически невозможно. Предположительно повесивший флаг Украины на высотку затем спрыгнул с нее с парашютом. Ну и далее о событиях в мире. В США новый виток насилия. Жители страны шокированы новыми убийствами афроамериканцев. Одновременно растет и угроза в адрес американцев со стороны иракских боевиков. Террористы грозятся утопить Соединенные Штаты в крови. Нет спокойствия в секторе газа. После кратковременного перемирия там снова идут бои. Подробнее об этом в международном дайджесте. В американском Фергюсоне новое убийство. Полицейские застрелили 23-летнего мужчину. По версии правоохранителей, они вынуждены были применить оружие против человека, напавшего на них с ножом. Еще одного афроамериканца силовики убили в Сент-Луисе, недалеко от Фергюсона. Двое полицейских прибыли по вызову владельца магазина, откуда молодой человек украл продукты. Когда ему приказали остановиться, он бросился на стражей порядка с холодным оружием. Те открыли огонь. Каждый сделал около пяти выстрелов. Полиции уверяют, что произошедшее не имеет отношения к беспорядкам в Фергюсоне. Эти убийства могут вызвать новую волну протестов населения против чрезмерного применения силы в отношении нацменьшинств. Напомню, в Фергюсоне после убийства афроамериканского юноши восстало все темнокожее население города. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Но справиться с людьми так и не смогла. В город ввели войска нацгвардии США. Уже после этого начались аресты митингующих. В Ираке боевики исламского государства казнили американского журналиста. Видео, на котором Джеймсу Фоули отрубают голову, появилось в соцсетях. В своем так называемом обращении к США боевики призвали Вашингтон вывести свои войска из Ирака. Иначе они угрожают убить еще одного пленного журналиста Тайм. Фотограф-фрилансер Фоули в предсмертном обращении в своей гибели обвиняет американские власти. Вашингтон уже подтвердил, что на видео действительно запечатлен момент убийства журналиста. Перемирия в секторе ГАЗа не будет. Взаимные обстрелы Израиля и Хамас свели переговоры на нет. Сначала боевики обстреляли ракетами юг Израиля. Затем Тель-Авив нанес удары по сектору ГАЗа и прекратил переговоры по долгосрочному перемирию. Погибло 7 палестинцев, еще 75 получили ранения. Операция израильской армии «Нерушимая скала» унесла жизни более 2000 палестинцев и около 70 израильтян. Эмилия Денежная, БТБ И пока на этом все, еще увидимся, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова